МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, слушай. Давай будем слушать, скажи. Сердце. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Если правильно подходить к понятию реабилитации, каностерапия – это одна из систем. И каностерапия – это многофункциональная реабилитация, в которую входит. То есть она невозможна без дефектологии, логопедии, без творческого, без физической нагрузки. Мы получили грант, на который реализовали, в общем-то, свои планы. Это два. То есть в грант входит нас методически, пособие спортивные. То есть это огромнейшее вообще подспорье. Третье. Мы запустили кабинет творчества. То есть это то, о чем я мечтала. Я объясню, наверное, почему. Сложно найти человек, кто это будет делать бесплатно. Мало того, что бесплатно, он это должен еще хотеть делать так, чтобы это все внутри горело. То есть вот для этого нужны люди, я говорю, фанаты, чтобы прийти сюда, потратить свое время, притащить кучу своих кисточек, красок. Но мы, конечно, стараемся покупать, потому что по-другому не как. И сидеть с детьми. А дети-то у нас не просто пришел ребенок в школу, отписал, да? То есть он может на полу рисовать, он может на стенке, он может на подоконник сесть. И он имеет право. Давай, Сашенька, держи, моя рыбушка. Держи. Молодец. Я тебе чуть-чуть помогу. Держи. И, Сашенька, смотри. Смотри, как печаль. О, смотри, какая роза. Здорово, Сашенька. После творческой мастерской – это эмоция. Это эмоция, это дети эмоционируют, они счастливы, недовольны. Они понимают, что они что-то сделали. Да, кто-то понимает, что я нарисовал цветок. Кто-то понимает, что я что-то сделал хорошее, потому что все рады, то есть, опять-таки, смотря, что у ребенка. Не надо к этим детям относиться как к особенным. Нужно к этим детям относиться как просто к обычным детям. Чем не отличаешься другим? Прежде всего, нужно им доверять. Чем больше мы им доверяем, тем больше мы их понимаем. У меня старый коллектив. И это радует, потому что мы сейчас только с тобой разговаривали, что это самое ценное, это новое. Для меня это всегда будет как новое открытие, когда, скажем, лето все мы протрудились здесь, мы делали этот ремонт, то есть друг другу помогали, то есть нам все помогали. Это очень приятно, да, и что мы 1 сентября вышли в этом же составе. Педагоги, знаете, это, наверное, такими, наверное, не все рождаются, да. Вот к любому ребенку они относятся с любовью, с пониманием. Они смотрят, в чем ему сейчас необходимо именно в данный момент его жизни помочь. И обращают на это внимание, и в этом направлении они ему помогают. Люди, которые здесь работают, и руководитель центра Наталья Чайка, и педагоги, и Лена Франкова, и Наталья Коновалова, вот и Ольга Ильинична, и все девчонки-волонтеры, огромное им спасибо, они тратят свое время, относятся к нашим деткам, как к своим родным, я бы сказала. Мы приходим сюда как домой, отдыхаем душой, заряжаемся, чтобы дальше было желание жить, работать, трудиться, добиваться новых подвигов. Одну ножку, молодец. Вторую ножку, подавай. Поднимай, поднимай. Са, молодец. Хорошо, поднимай ножку. Молодец, умничка. Поднимай, поднимай. Мы два года работали с детьми, когда при работе наблюдаем, что у ребятишек нарушена координация, нарушены движения, они не могут поднять ногу, они затрудняются поднять руку, движения неловкие, моторика неразвита. Это натолкнуло нас на мысль о том, что необходимо занятие адаптивной физкультурой. Взяли экспериментальную группу, попробовали, обкатали на ней программу, понравилось и детям, и родителям, и в этом году мы запустили уже три группы. Выглянуло солнышко из-за серых туч, золотистым зернышком прыгнул первый луч. Скачет по полям, с небом пополам, песенку веселую напевает нам. Скачет по полям, с небом пополам, песенку веселую напевает нам. Как вы видите, оборудование рассчитано на что? Что вот переступать через препятствия. Для этого ребенку нужно поднять ногу, устоять на одной, перенести вторую через препятствия. Это тоже вызывает трудность. Они не могут сами это сделать изначально. Ребятишки не умеют прыгать. То есть оттолкнуться от земли, приземлиться на обе ноги многим недоступно. Поэтому мы используем батуты, мы используем различные снаряды, чтобы выработать это умение. Так как у нас происходят групповые занятия, то ребенок контактирует с мамой. Мы используем элементы телесной терапии. Они контактируют друг с другом. Мы учим элементарно здороваться друг с другом. То есть взять за руку, сказать «Здравствуй». Налево, направо, налево, направо. Хорошо, часики пошли головкой наклонять. Тик-так, тик-так, тик-так. У многих проблема контакта даже с родителями ее нет. То есть понятие обнять маму у большинства отсутствует. Не потому, что они не любят маму, они не умеют, они не знают, как это. Они не понимают, как это чувствуют. Почему они многие там бьют собаку? Не потому, что они хотят ей там больно, они не понимают, как по-другому. Поэтому вот этому они все потихонечку учатся. И девочки мои, да, они их там целуют, обнимают. То есть это нормально. Наверное, недостаточно быть просто педагогом. Хотя этой базы для того, чтобы начать, ее достаточно. Но чтобы развиваться, идти дальше, этого мало. Я сейчас заканчиваю курс обучения. Это как доп. специальная сканостерапевта. В России пока у нас таких еще 2 человека. А девочки потихонечку сдают уровни определенные. То есть у нас есть обучение по уровням, волонтерские. Потому что это не просто человек-собак, который держит собаку. Вот если вы посмотрели сейчас на занятиях, то есть, заметьте, никто не управляет. Не говорят, Маша, подойди сюда, там, Оля, встань, положи собаку. То есть они уже знают, что делать. Голди. Голди большая. Ей нужно с большой ложки накормить. Хорошо. На, Голди. Голди сразу у нас выздоровела и стала здоровой. Буквально на днях мы встретились с руководством нашей Омской медицинской академии. Они были у нас в гостях. То есть мы показали наш центр, показали документы и пришли к соглашению о сотрудничестве. И вот это сотрудничество выгодно чем? Будет научное обоснование каностерапии как метода. Это раз. Второе. То есть это будет проработка, диагностика детей. То есть очень серьезная, да, медицинская. Потому что все-таки каностерапия – это, в первую очередь, медицинская реабилитация. Хотя мы не включаем там медикаменты, да, но это реабилитация. Еще одна новость хорошая. Да, значит, нас приняли членами Союза реабилитологов. Мы, наверное, все-таки опять-таки сумели показать, мы сумели доказать, что это не игры, не развлечения, это серьезный труд. Ариша, давай, влаточка. Ариша, давай, скорей. Вот, молодец. Ставь, 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 Ариша, вот там складывай. А ты скорей складывай. Так. Девять. Нет, это девять, Ариша. Девять. Вот так. Давай, Ариша, теперь правильно складывай. Они первоначально приходят на собак, потому что изначально это центр каностерапии, да, потому что без собак мы бы их не открыли вот сюда, не открыли бы вот там, потому что все проходит через собаку. То есть мы не берем детей отдельно сюда и отдельно сюда. Почему? Потому что нам нужен комплекс. Расскажи, какие собачки с тобой занимались? Со мной занимались собаки Арчи, Гроза, Нюша, Герда. А ты порода знаешь? Да, рассказывай. Только по секрету, Юля, рассказывай. Гроза, у нас какая порода? Порода Хаски. А, молодец, а вот ты меняла еще какая. Нюша? Золотистый ретривер. Молодец. А чем отличается Нюша от Грозы? По шерсти. По шерсти, что у них цветом различная шерсть. Мой новый питомец, но он еще совсем щенок, поэтому допускаться к работе он еще не может, но он постепенно знакомится с ней. То есть сейчас мы готовим эту собаку для того, чтобы в будущем она стала канцтерапевтом. То есть мы выбрали щенка, который наиболее способен, так сказать, к этой деятельности. Сейчас его дрессируем, отрабатываем некоторые команды, смотрим его реакцию на шум, гам, на различного рода действия в его сторону. То есть даже непосредственно нахождение с собаками здесь показывает, насколько он готов, насколько он социализирован. Страх, который, прежде всего, как мы говорим, нужно не бояться собаку или бояться собаку, закладываются родителями. Потому что природного страха у детей нет. Это страх заложен уже взрослыми людьми. И мы не говорим, что ты не бойся или что-то в этом роде. Мы работаем на контакт с собакой, но процесс это достаточно длительный. То есть у кого-то он происходит быстрее, у кого-то дольше. И, естественно, все это постепенно. Чьей же вот это кусок остался? Федот. А кто такой Федот? Это кто? Дядя. Дядя Федот. А сколько дяди Федоту лет? Это сколько? Пять? Пять. Дяди Федоту, мы договорились, что ты не трогаешь, пять лет, да? Он красивый дядя? Да. Красивый. Он умный дядя? Да. Да. Он не жадный? Ляди. Можно я съем это? Ляди. Да. Мы вот просто полгода возили ребенка, результатов не было никаких. У них процесс накопительный в образовании, поэтому мы никуда не спешили, не торопились. И только вот через полгода стали видны результаты. Появились какие-то звуки, да? Вот. Понимает обращенную речь, выполняет действия. Вот. Сам начал проявлять интерес к чему-то уже. Сам начал обращаться. Проявление творчества стало. Изначально, конечно, меня удивляли некоторые порывы этих детей, да, то есть их странности. Но потом к этому как бы привыкаешь и понимаешь, что эти дети, они не такие, как все, а они просто особенные. И у них свой особенный подход. Одень голди. Где у нас голди? Голди. Да, правильно. Правильно, голди. Сидеть. Голди. Одевай колечко. Вот, хорошо. Саша появилась, наверное, больше положительных эмоций. На адаптивке вот мы делаем, даем, показываем хороший результат. Некоторые упражнения нам раньше не давались, то сейчас он делает самостоятельно, там с небольшой моей помощью. На канистерапии он стал больше наблюдать за собаками, больше улыбаться, держать увереннее ложку, кормить сыром. Для нас это тоже, ну, небольшое, но достижение. Когда мы только начинали, нам казалось, о, боже, боже, ребенок там сказал звук, это здорово. Сейчас я понимаю, это начало, это только начало, когда ты идешь, идешь, идешь. Если мы раньше там радовались, о, ребенок там улыбнулся, это на самом деле классно, здорово, но это не центр вот всей канистерапии, когда мы говорим, о, да, это маленький шаг. Я все говорю, супер, это начало. Она говорит, ну, что, ну, какое начало, вот мы к этому... Я говорю, это начало. Идем дальше. Редактор субтитров А.Семкин